всем привет друзья многие сталкивались наверное с такой ситуации когда вас просят знакомые или совсем незнакомые или люди которые уже установили солнечные установки просят прийти проверить посмотреть переделать немножко что-то у нас тут не так работает и так далее сегодня тема ролика про это и мы об этом сейчас поговорим многие клиенты когда заказывают солнечную установку монтаж солнечной установки проводят тендер и соответственно если вы устанавливали себе солнечную станцию вы проводили тендер вы выбирали по каким-то параметрам производители работ и скорее всего часто так выходит что побеждает низкая цена то есть вы для себя сделали выбор в счет низкой цены вам смонтировали установку и по какой-то причине результат вам не понравился установка не выдает заявленную мощность что-то не так вы начинаете искать причину ситуация совсем понятно очень многие с этим сталкиваются и получается так что человек находит нормальную компанию нормального специалиста приходит или звонит пишет и говорит вот у меня все есть все готово все сделано но почему-то на не работает вы не могли бы проконсультировать проверить сказать что у меня не так собрано и получается что человек провел себе тендер сделал получил работу принял эту работу оплатил ее для себя выгодно радостно и теперь вы приходите в ту компанию которая вас не выиграла тендер которая вас не монтировала которая по каким-то причинам вам в тот в тот момент показалось скорее всего дорогой и вы просите чтобы вам за три секунды решили ту проблему которая на самом деле является очень глубокой проблемой потому что те установки которые делают не квалифицированные специалисты я все время повторяю своих роликах есть очень большой спектр ошибок которые производят или не качестве монтаж или не те не то оборудование многие пишут у меня есть вот солнечные панели я купил в литве я купил инвертор в польше поставьте это туда и сюда провод я сам куплю то есть получается если вы сами все купили так вы сами и делайте то есть никто не будет никакая компания не будет нести гарантию не вести ответственность за ваше оборудование ко мне на этой неделе обратились компания крупная компания которая строит и продает дома на нашем побережье то есть они построили дом смонтировали солнечную установку въехал жилец и жилец не очень доволен солнечной установкой потому что она у него каким-то образом неправильно работает или вообще не работает не суть и таким образом сообщение было написано что вы уважаемая компания в технически грамотный специалист и так далее и тому подобное придите пожалуйста проверьте что у нас сделано не так вот на это я хочу сразу и ответить если вы проводили тендер вы делали какие-то анализ рынка вы выбирали подбирали оборудование и соответственно то компания которая монтировала эту установку она должна нести ответственность за свои так называемые косяки если вы обращаетесь к нам то я сразу говорю мы такие работы не делаем мы не исправляем чужие ошибки чтобы исправить чужие ошибки это значит взять чужие ошибки на себя то есть нести ответственность за из некачественную выполненную работу другой компании мы этим не занимаемся я сразу говорю и следующее сообщение было такое но нам не нужно вы только нам скажите расскажите какие тут ошибки мы сами переделаем а вот тут уже совершенно другой вопрос можно проконсультировать есть учебные комбинаты которые зарабатывают на этом деньги мы этим тоже не занимаемся консультация как таковая с монтированным оборудованием это двойная работа это уже называется экспертизой консультация прийти на объекты посмотреть я могу посмотреть вот на прекрасные горы на прекрасные виды посмотреть на солнечную станцию это значит разобрать что-то разъединить что-то померить где-то замерить что-то открутить проверить то есть это экспертиза называется и соответственно вот этот разбор и снова монтаж это ваша цена вырастет вдвое то есть демонтаж и монтаж всегда дороже чем один монтаж даже как вы говорите там у вас цена дорогая или вот мы найти мы нашли дешевле единственный вариант по которому работаем это монтаж с нуля то есть мы занимаемся проектированием мы занимаемся монтажом мы занимаемся гарантией мы занимаемся ответственностью за выполненные работы и мы несем ответственность и в этом случае мы можем консультировать бесплатно причем наших клиентов и приехать посмотреть если какие-то проблемы случились или там помочь с настройкой оборудования и миду приложения там были и так далее смена телефона происходит часто вот такие случаи это да а сделать чужой объект разобрать и собрать тут еще надо еще смотреть и выяснять потому что то что спроектировала вот мы недавно были на объекте спроектировала компания и установила ну на очень большую сумму инверторов там почти пять инверторов кучу аккумуляторных батарей но все было выполнено не буду называть марки профессионалы поймут все было смонтировано на инверторах синего цвета корпус все все знают прекрасно и в итоге чтобы это все работало они поставили еще дополнительный инвертор серого цвета на букву f называется но и получилось так что система не работала то есть она система сама себя потребляла солнечные панели за счет того что внутреннее потребление было высокое не справлялись зарядкой в пасмурную погоду и в итоге у нас был повод у нас хорошие отношения владелец позвал меня я к нему приехал потому что у нас дружеские отношения я ему чисто по-дружески сказал что твои вот это надо всю хреномудрю как называется снять и выкинуть поставить нормальное оборудование еще один момент до того как я туда приехал в там уже были специалисты с нашего побережья несколько раз причем разные разные компании и заметил такую интересную вещь что каждый специалист в кавычках да я называю те кто продает оборудование продавцы так я назовем не специалиста продавцы оборудования которые зарабатывают не на работе не на труде не на проектирование а именно на продаже какого-то оборудования то есть они покупают где-то накручивают свою наценку и продают клиенту то есть вот этому клиенту еще помимо всего то есть у него что-то не работало они не разобрались они ему продали еще три стабилизатора причем стабилизаторы выборы выбрали на 220 вольт сейчас техническое немножко отступление то есть все прекрасно знаем что у нас в испании 230 вольт в розетках линейное напряжение 420 вольт и установив стабилизаторы 220 стабилизатор в момент когда солнечная панель работает стабилизатор пытается понизить напряжение с 240 условно до 220 идет разрядка причем это не только когда солнечной панели работает а когда нет солнца и когда работает только аккумуляторная батарея то есть аккумуляторная батарея разряжена то есть она же работает стабилизатор же работает по 5 киловатт каждый то есть таких ситуаций очень много мы за такие работы не беремся еще раз повторюсь то есть если вы выбрали ту компанию по той цене по дешевой в кавычках до которая вам понравилась вы туда и обращайтесь пусть они вам исправляют ну и самое главное хочу сказать строительство солнечных станций это не из серии сделай сам это все-таки электробезопасность это надежность это электричество и здесь нет такой помощи по дружбе помогите мы все сделали а ты только нам скажи что правильно или нет так что друзья всем удачи добра ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии если вы установщики сталкивались с такими клиентами